Нужно с этим заканчивать, потому что почти каждый год там происходит. Плохо то, что всем этим занимается руководство правительства, ситуация в конкретном поселке. Просто безобразие полное. Надо подготовить для них программу и под страхом наказания и мольния различных должностных лиц заставить ее исполнить, снабдив, конечно, ее деньгами. Потому что в противном случае вы каждый год будете ездить, там, вентиль крутить в поселках. Там у нас в Коми авария произошла. Афей Владимирович, окончательно там соберите всю информацию, доложите о том, что там происходит, и по помощи тем, кто еще в настоящий момент находится внутри шахты. Во всяком случае, там эти работы идут. И, конечно, по поддержке семьи погибших. А по автомобилям и сообщить, какие предложения все. Пожарается зимний период. Естественно, он связан и с рядом проблем. Это зима энергетики, ЖКХ. Посмотрели, как там все выглядит. В поселке Ваяксу и в Кызыле ситуация шаг за шагом нормализуется, но остается напряженной. Работают несколько сотен специалистов, как МЧС, так и энергетиков, коммунальщиков. В Кызыле ситуация шаг за шагом нормализуется, коммунальщиков. Я знаю, что Дмитрий Николаевич много этим занимался, коммунальщиков, как МЧС, так и энергетиков, коммунальщиков. Я знаю, что Дмитрий Николаевич много этим занимался, коммунальщиков, все, что необходимо было делать. С элементарным невниманием, бесхозяйственностью, ну и, конечно, с большой степенью изношенности объектов теплоэнергоснабжения, которые существуют в целом ряде субъектов. Я знаю, что Аркейд Владимирович был в Тыве, где в декабре произошла, наверное, самая крупная в этом году авария. Шаг за шагом нормализуется, но остается напряженной. Работают несколько сотен специалистов. Он очень четко понимал и вопросы транспортной доступности, и вопросы резервирования экскурсий для того, чтобы не сталкиваться с неудобствами уже в момент приезда в тот или иной музей. Такой портал будет создан вдоль этого года. Продолжение следует...